Сегодня 17 августа 2020 года и наконец расцвела розочка этого года посадки милибронты из подворья саженец такой цветочек сейчас очень яркое солнце конечно не очень выразительный вот цвет нежно-розовый с желтой серединкой и пуговкой лена бодрова тебе привет от моей мили твоей мили розочка уже где-то сантиметров 60 одной веточки вот два бутончика где-то один где-то бутончик вот штук пять названы естественно в честь английской писательницы рожденной начале 19 века автор романа грозовой перевал наверное все знают замечательный роман в общем очень она меня порадовала и саженец оказался удачный и бутончики конечно для первогодки какой там первогодки летней посадки розы маловато но по крайней мере соответствует сорту совершенно точно здоровенькая листва в общем все пока с ней очень хорошо надеюсь перезимует хорошо рядом с ней чарльз дарвин ой чарльз остин пардон закладывает все новые бутоны какие-то уже отцвел на фоне клематиса тайга очень интересный цветок первый год он цветет посажем прошлом году и цветет вот так достаточно обильно для своего возраста как я хотела он забрался на куст спирея весенне цветущий и вот там бутончики рядышком розочка этого же года посадки крокус роуз обильно закладывает бутоны и вот этот вот побег уже наверное больше метра пока я здесь нахожусь в этом углу покажу клематис клематис мазури польской селекции цветок очень интересный махровый хотя это тоже 3 3 группа обрезки то есть короткая обрезка на зиму для первого года нарос хорошо вообще заявлен он 3 метра максимум его длина также мне планируется что что заплетет по своей длине спирею спирея будет являться опорой цветы сантиметров 15 точно у меня но размер будущем может быть и до 20 сантиметров нежно-голубой цвет серединка зеленовато-желтый действительно сделаны лепесточки как из папиросной бумаги очень нежный цветок я вижу тут и некоторые сиреневые штришки в общем общее впечатление белосиренево-голубой их тут очень сильно затопил ливень и вообще не надеялась что они выживут но вот клематисы оказались стойкие то есть когда они дали свои первые побеги их как раз залило и они вымокли очень сильно но тем не менее пошли другие почки и вот так меня радует так что этот клематис очень рекомендую немножко о желтых розах это мой облысевший грехом томас облысевший пострадавший от лмр я его вырезаю вот такие вот листья с пятнами поэтому он уже практически гол тем не менее цветет и очень много бутонов и тут и там и запах очаровательный роза Костина также поэтс Вайф жена поэта также посажена этим летом саженец из Рус Розы вот только 13 июня она посажена отцветает кое-где этот сорт у меня пропал очень плохо вышло из зимы и пропал ну пришлось купить новый потому что мне он очень нравится прекрасная прекрасная розочка роза Малинью также Остина достаточно уже старый известный сорт названный в честь спортивного стадиона футбольного клуба насколько я помню серединка желтая с кремово-оранжевыми штрихами и светло-желтой практически белой каймой бутончик тоже очень интересный оригинальный скажем так у него все хостинг такие бутоны здесь рядышком роза Глеведер Тантау светящиеся розы светящиеся ну и уже заодно покажу Таракоту старый сорт непрерывно цветущая чайно-гибридная роза вот это ее новые побеги а дальше здесь Дездемона дает все новые и новые веточки с бутончиками надеюсь скоро зацветет вторым цветением вот малинью рядом с хвостой здесь у меня ловушка на кротов или крыс первое долгожданное цветение букет парфе саженец из гаршинки но само очарование вот сколько цветов на одном побеге рядом у меня heavenly pink цветает уже и рядом же дженерис гарнер потрясающе плетистая розочка от Остина думаю здесь поставить что-нибудь в виде опоры в виде перголы или что-нибудь тоже такой первогодка саженец достаточно хороший букет парфе просто ой просто букет начиная от бутончиков симпатичных полураскрытие полное раскрытие представляю что это может быть в будущем Леночка Бодрова тебе опять привет от моей гортензии пастель green так она сейчас меняет цвет малышка еще прошлого года посадка и над ней возвышается самая старая моя гортензия которой два года фрайс мельба а здесь я сижу под саженцем гортензии который наверное метр пинки винки вот их сорта точно знаю даймонд руш пока не алло полурбир сейчас в таком состоянии шапки пока маленькие в прошлом году гораздо больше были и было сразу видно что это тот самый медведь опять о желтых розах это ханса штат Ростов к тантау посаженный также в мае вот его первое цветение вот такие прекрасные бутончики здесь у нас все никак не распустится подсолнухи саженцы галдейлзи цветает галдейлзи тантау тоже синий посадка очень пышно цветет шон ломзи ломзи вообще-то по-моему читается саженец посаженный 13 июня июня црус розы рядом с пиро ски галдейлзи ломзи галдейлзи 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 кусочек галдейлзи сандайфрайс галдейлзи получается от короткой обрезки большие мощные соцветия на таких приростах вот это все прирост этого года вот было обрезано здесь вот такой ламлайт еще у меня в этом году в прошлом году был больше потому что я пожалела и оставила больше побегов чем по моему надо было в общем все вот это мелкое буду вырезать и оставлять вот эти побеги на одну две почки вот этого всего мелкого загущения быть не должно я хочу не очень много побегов но крупные соцветия там у меня над розами творится полный какой-то безобразие снимает крышу над террасой и сейчас чуть не задели мою маша барбару так ну так вот лаймлайт и уже заодно посажу покажу свежую посадку прошлого года ванилла фрайс ванилла фрайс и весь у меня ливана посмотрите как красавец у меня крем фламинго я очень не хочу вырезать но видимо придется и здесь гортензия бомбшелл малышка вот такая у меня клумба я очень есть даже горжусь что мне получилось прошлом году из этого кошмарного кусочка сделать нечто симпатичное убрав отсюда вишни посадив вот это все и результат вот он за год результат такой заброшенной площадки с пнями все цветет и не сказать чтобы мы очень крупными саженцами сажали здесь растения все были малыши и вот так вот разрослись самое дорогое дорогое вложение сюда это были лопчатку я пересаживала из одного места у себя же здесь перее здесь тоже было от водочек отсадила дорогая покупка конечно была вот этот можжевельник мунглоу и клен все остальное стоило каких-то приемлемых денег или было у нас здесь на участке изначально как вот это вот розы и просто сюда высадила из основного розария очень хорошо на сюда вписалась просперите мускусный гибрид великобритании это у нас вимс рэд и розочка балерина барбарис admiration стригу нещадно тут дёрен чтобы он был шарик гортензия great star должна быть очень симпатичный маленький обзор клумбы перед входом в дом здесь проведены большие работы для меня такие серьезные отсюда выкопаны два пиона в общем что такое выкапывать пионы это конечно очень затратно в общем они сидели вот здесь один пион очень старый был а другой был прошлого года посадки ну в общем он легко выкопалась и переехал на другое место сейчас покажу и здесь у меня образовалось три розочки это чандес бьюти цветение его еще не видел этой розы над клематисом здесь роза мархензаубер из роз розы недавно посаженные ну как недавно позавчера и шло сойтин я надеюсь эти три розочки будут хорошо друг с другом сочетаться отсюда выкопан большой куст пиреи няпонской он переехал в другое место сейчас покажу куда остался пион это гибрид кора луис и новая гортензия skyfall гортензия похоже ее называют гиацинтовая цветочки должны быть крупные да сейчас они у этой малышки крупнее чем у всех других гортензий ну пока вот совсем маленькая замульчировала просто опилками добавила кислый торф размер ее заявлен 120 высотой не очень высокая и ширина 70 так что ездить будет хорошо и рядом роза будет тоже неплохо достаточно места для всего оставила я грешу слишком плотной посадкой растений поэтому приходится что-то пересаживать но делает максимально нетравматично для растений пионы переехали вот сюда раз и два это тарвинисты пионы они легко достаточно должны переносить пересадку посмотрим в следующем году как они приживутся тоже замульчировала просто сорняков стружкой ничего страшного она потом приобретет серый грязный коричневый цвет просто от сорняков прикрыла землю и бордюрные круги аспирея аспирея сверху с плодородным слоем 10 сантиметров земли закладываю вглубь ямы туда фосфорное удобрение суперфосфат горсть на такой куст ну да наверное две-три горсти засыпала землю чуть-чуть перегноя чуть-чуть конских гранул и немножко комплексного удобрения рассыпала по кругу я думала придется обрезать эти прекрасные ветки на которых в следующем году должно быть прекрасное цветение по всей длине белыми мелкими цветочками так как она цветет на побегах прошлого года ну вот обошлось посажен куст в той же ориентации по сторонам цвета как он и был посажен ранее а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok